Ислам. Доз. Нам необходимо заниматься своими детьми. Мои братья, я уверяю вас, многие мужчины виноваты в том, что не занимаются своими детьми. Они не уделяют им время, не общаются с ними и не прислушиваются к их проблемам, через которые они проходят. А трудности постоянно меняются со временем. Мы живем в такое время, когда проблемы уже не такие, какие были раньше. Это уже не такие проблемы. У них более современные проблемы, намного современнее. Их проблемы и трудности настолько изменились, что даже еда, которую они едят, совсем другая. Говоря другая, я имею в виду, что она сильно модифицированная. В некоторых странах даже запретили генетически модифицированную еду, потому что исследования показывают, что такая еда может причинить вам огромный вред. А мы здесь сидим, и у нас даже нет времени поговорить с нашими детьми. Некоторые мне говорят, я не могу дисциплинировать своего ребенка. Я обычно отвечаю, что это из-за недостатка общения. Если вы общаетесь с ребенком с детства, показываете свой интерес каждый день, когда они идут в школу, надо показывать, что это важно для вас. Узнавать, что у них происходит. Иногда гулять с ними, веселиться вместе, а не только кричать на них и делать им замечания. Нет, разрешайте им делать ошибки. Испортить вещи, разбить стекло. Так, дети, которые здесь, не надо ничего ломать. Я имею в виду, позволяйте им делать некоторые ошибки. Они сломают это и это. Ну и что? Это ваш ребенок. Идите и купите ему еще. Знаете, некоторые люди настолько эгоистичны. Они думают только о себе. Говорят, это только мое. Ты сломал мой телефон. Ты уронил мой телефон. Что ты наделал? Знаете, был такой мужчина, есть такая забавная история. Он был очень, очень эгоистичный, полный эгоист. Переживал только за свои вещи. Он купил себе новую БМВ. Хорошо? И когда он выехал прокатиться, кто-то врезался в его машину. Он выбежал и начал кричать. Как ты мог? Это моя машина, она совсем новая. Ты хоть знаешь, сколько я на нее потратил? Я потратил целый миллион на эту машину. И один человек ответил ему, подожди, извини. Ты настолько зациклен на деньгах, переживаешь только за свою машину, что даже не заметил, у тебя левой руки нет. Он посмотрел, руки на самом деле нет. И закричал, где мой ролекс? Мои часы пропали. Дай Аллах нам облегчение. Представьте, мы делаем то же самое у себя дома. Ребенок поранился стеклом, а мы переживаем не за него, а за разбитое стекло. Я уверяю вас, мы так делаем. Ребенок поранился, когда упал стол, а мы переживаем за стол. Расслабьтесь, ваш ребенок намного важнее, чем любое стекло. Но смотрите за своим ребенком. Не будьте как тот человек на БМВ. Давайте назовем его человек Ролекс. Прошу Аллаха помощи нам и облегчения. Итак, красота семейной жизни – это расставлять приоритеты правильно. Например, если вы пошли на работу, и вы много работаете, то нет круглосуточной работы 7 дней в неделю. Нет. Я думаю, в большинстве стран вы работаете с 8 до 5. Ну а если в ночную смену, то с 5 до 8. Думаю, даже немного меньше. А в конце недели у вас есть хотя бы один выходной. Я прав? Если нет, то идите жаловаться в суд. Я уверен, они что-нибудь предпримут по этому поводу. Наша проблема в том, что мы говорим, я хожу на работу, у меня нет времени на детей. Нет. Оно у вас есть. Но в свободное время вы заняты игрой в гольф. Или идете куда-то еще. Или катаетесь по городу на машине, показывая другим, какая у вас машина. Хорошо, что в Сингапуре штрафы на все. Так что ездить на машине – дорогое удовольствие. Дай Аллах нам облегчение. Ислам. Доус.